В Волгоградской областной думе сегодня состоялся торжественный прием в честь 70-й годовщины победы под Сталинградом. Парламентарии пригласили на встречу ветерана Великой Отечественной, тружеников тыла и тех, кто в годы войны был еще совсем ребенком, но испытал на себе все ужасы военного лихолетия. Антон Талпа продолжит. В этом зале истинные герои. У каждого из них своя история подвига. Тяжелые сражения на передовой, работы в тылу до изнеможения. А вот приемов на высшем уровне было не так уж и много. Каждая такая встреча для ветеранов – возможность высказаться. Очень приятно. Я как будто побывал в Советском Союзе. Очень приятно. Я уже вот товарищу говорил, я говорю, как будто побывал среди своих, а это большое дело. В канун 2 февраля ветераны отмечают. Юбилей наступил совсем незаметно. Никто из них в далеких 40-х даже и подумать не мог, что придет день, и они встретят 70-ю годовщину победы под Сталинградом. Мы с вами дожили до 70-летия победы под Сталинградом. Думали ли мы, когда битва победы? Нет, конечно. Среди особо горячих тем, о которых говорили ветераны, с высокой трибуны не только воспоминания о войне. Фронтовики активно выступают за поддержку законопроекта о выплате пособия так называемой категории «Дети Великой Отечественной». Этот вопрос уже сейчас готовится к обсуждению в Государственной Думе. Весной этого года намечено рассмотрение. И если закон примут, то дети военного времени, рожденные в период с 1928 по 1945 год, будут получать полторы тысячи рублей ежемесячно. Закон достаточно актуальный. Его рассматривают и в Государственной Думе, и в областной Думе есть проект, который мы внесли в наши фракции. Поэтому я надеюсь, что в год 70-летия Сталинградской победы мы этот закон примем, и люди, дети войны, получат достойную награду, вознаграждение за тот труд, который они внесли и помогли нашей стране. Они всю тяжесть восстановления, разрушенного войной городов, населенных пунктов, взяли на себя в период войны, тяжесть на полях, на заводах тоже взяли на себя, недополучили образование и не получают никаких пригод. В заключении приема парламентарии вручили ветераны медали, подготовленные специально к юбилею победы под Сталинградом и памятные подарки. Депутаты пообещали, что все пожелания, высказанные в ходе встречи, не останутся без внимания.